Ребятушки, всем привет! Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, в общем, кто в какое время включился. Мы сейчас собираемся стоить в ресторан, потому что приезжает сестра моего мужа, с которой мы не виделись с конца весны, поэтому решили отметить ее приезд именно вот таким вот выходом в свет, так сказать. Я уже собралась, надела платье, надела, извиняюсь, свое, в этом году еще вообще его ни разу не надевала, наверх надела такую кофту, джемпер, что это, не знаю, как говорит моя подружка, все, что не штаны, то кофта. В общем, надела ее, потому что на улице еще прохладненько, и поедем отмечать приезд. Также хочу вас сразу предупредить, что завтра мы собираемся кое-куда, и об этом выйдет, наверное, отдельное видео, потому что хочется все показать, рассказать, как это проходит обычно. В общем, я надеюсь, что будет интересно. И в воскресенье у нас тоже будет насыщенно, так что впереди выходные будут мега крутые. После обеда мы сегодня собираемся в магазин на скидки, об них тоже хочется рассказать. Поэтому всем приятного просмотра, давайте будем вместе вливаться в новые выходные и поехали. Смотрите, я смотрю, сапожки на 50% скидки, но 37-й почему-то мне жмет, 38-й, но очень большой. Ребята, мы только вернулись из магазина, сейчас покажу, что мы купили. Ездили в магазин Десток, это аутлет, который основывается практически все, это спортивная одежда. Поэтому найти что-то там другое, более casual, это нужно постараться. В общем, я себе сегодня купила на скидке 70% штаны от Columbia для того, чтобы кататься на лыжах. То есть до этого я просила штаны, потому что съездить два дня, покататься в горы, для этого я не считала, нужно платить какие-то бешеные деньги за штаны. А они должны быть качественные. В общем, это штаны Columbia, они стоили 89 франков на 70% скидке. Я за них отдала 25 в районе этого. В принципе, мне понравились, мерила еще розовые, но они получились более узковатые, поэтому пришлось брать фиолетовые. Но мне не принципиально, я всего один раз планирую в этом году спуститься на лыжах. И также купила себе вот такие вот ботинки от Tom's. Я думаю, что на конец сентября-октябрь они будут вообще замечательно. Внутри вот такая вот опушка, можно сказать, они тепленькие будут. На завязках кожаные. В принципе, меня все устроило. Я померила, хотела купить себе конверсы, если честно, но померила 37 размер, и они дико узкие. Поэтому пришлось искать что-то другое. И взяла вот такие вот. Осталась тоже довольна. Они стоили 69, на скидке я взяла за 20 всего. Ну, это, в принципе, все покупки. Всем привет! Всем доброе утро! Мы сейчас идем на праздник, который называется Сосизушу. Дело в том, что существует поверье, что именно из этого города, где мы сейчас живем, пошла традиция готовить колбаски с капустой. Поэтому раз в год, последние выходные сентября, здесь отмечается праздник именно вот этих вот колбасок с капустой. Три дня идет гуляние. И вот мы сейчас идем в воскресенье. Решили не обедать дома, а решили пойти пообедать именно этими колбасками. И подается она традиционно с пюре из картошки и лукопорея. Действие проходит вот в этом вот шатре. Там обычно и музыка, и кухня, и место, где можно покушать, типа столовая. Сейчас покажу вам. Мы оставили коляску внутри, в себе забронировали место, решили вот выйти посмотреть, что здесь еще есть. В общем, здесь варится непосредственно колбаска. Вон она так саживается потом в ящики и затем подается уже на кухню. Здесь вот люди. Сегодня очень много людей. Для деток сделано наверху, чуть выше на площадке ферма. Аквагрим. Можно посмотреть, вот как производится колбаска. Здесь можно купить ее, купить селук. Единственное, что мне не нравится, это плакат. Но я считаю, что это неправильно помещать хрюшку на плакат, который говорит о празднике сосисок. Мы же дали талончик. В общем, детская порция стоит 10 франков, а для взрослого 20. Вот получаешь такой талончик и затем идешь, берешь себе порцию. Нам уже принесли колбаски, так что сейчас будем кушать. Вот это вот резине, в общем, это жидкость, которая делается из яблок и груш, которая уваривается в течение 24 часов и потом получается только сироп сладкий. Его можно использовать для десертов, для напитков. Он тоже здесь продается. Обычно здесь у нас в городе пешеходная улица, машин ездит очень мало. И сегодня вот вообще переход в движение. Стоят столы на улице. Это столы, которые предоставлены кафе, ресторанами, которые здесь. Вот люди сидят. Ух ты, какие цветочки, да, Тайси? И вот люди сидят, кушают. И везде сегодня, во всех ресторанах основное блюдо это вот именно суси зушу. Вот эти вот колбаски. Здесь вот играет кавер-группа. Исполнитель. Если в шатре там внутри играет старую музыку, ретро, то здесь вот более современное. Или свое. Мы сейчас собираемся идти на детскую площадку. Идем вот по центру города. Здесь у нас много всего есть. Я, в принципе, никогда не показывала, что у нас в центре сосредоточено. В центре сосредоточено. Отсюда открывается... Вид на город. В общем-то, все как на ладони. Здесь и фабрики видны, и дома. Мы живем вот где-то вот в этом районе. На самой окраине. Здесь вот домики. Если кому интересно, то дом, вот который, вот этот беленький, он выставлен на продажу. И он стоит 400 тысяч франков. Но там нужно все переделывать. Поэтому можно себе представить, что работы очень много. И в конце концов, цена, я думаю, что она там чуть ли не до миллиона может дойти. В общем, такие цены нашли в Швейцаре. Но об этом вообще можно говорить бесконечно и сделать отдельное видео. И вот там, в этом поле, небольшой кусочек земли. Там в течение последующих двух лет должен построиться новый район, магазин, поликлиника. Она же больница. И нам будет намного ближе ездить и ходить в магазин сюда, нежели куда-то в другое место. И также будут построены дома. Обычно многоквартирные, то есть не частные, а именно для того, чтобы поселить большое количество людей. Мы решили бы с мужем прогуляться по одной из улочек. Это не центральная улица. Она такое, можно сказать, ответвление. И здесь жители, большинство, пожилые. И они украсили эту улицу цветами. Кто-то вот сделал такие, как поделки. Стоит лавочка красивая, на которой я хочу сфотографироваться. У меня есть фотография там, где я стоюсь. И когда я был всего месяц, я на этой лавочке фотографировалась. И здесь так уютненько погулять. Единственное, что, конечно, она спуском идет. И если спускаться еще можно по ней, удобно, то подниматься это очень тяжело. Вот, поэтому мы сейчас обойдем по кругу. Дом немножко. Я еще покажу, мельница у нас здесь есть, тоже старая. Мы хотим там еще пройтись. Здесь, кстати, раньше был магазин. Ну, как магазин, сюда любой желающий мог принести вещи, посуду, книги и так далее. Оставить. И затем те, кому это необходимо, они могли прийти и взять. Это все бесплатно. И сейчас я хотела показать, что здесь находилось. Но почему-то все закрыто. И написано, что здесь открыто кафе. Так что вот так год прошел. Немножко все поменялось. И сейчас вот мы подходим к самой мельнице. В этом доме белом живет друг моего мужа. И его дядя и кузина, которой вчера была свадьба. Ну, как она жила здесь. И вот такая вот красота. Открывается вид. Там музей, тоже сделано кафе. Можно покушать с видом на реку. Доброе утро.